Всем привет! Добро пожаловать на канал Geekbrains! Сегодня мы поговорим не о конкретной профессии, а раскроем такую интересную тему, как искусственный интеллект. Этот термин словно влетает в воздухе, но что же это такое на самом деле? Искусственный интеллект или ИИ — это способность машины или программы выполнять задачи, которые человек пока решает сам. Его основная задача — помочь расширить человеческие возможности и приносить пользу. ИИ стремится имитировать поведение и мышление человека и умеет обучаться самостоятельно. Мы часто представляем ИИ в образе человекоподобных роботов, которые вот-вот захватят мир. Но на деле искусственный интеллект не такой страшный и не такой умный. Пока что. Как и в каких сферах он применяется, мы расскажем чуть позже, а пока узнаем, откуда взялся этот термин. Впервые термин «искусственный интеллект» или «artificial intelligence» появился еще в 1956 году. Но свою настоящую популярность он обрел не так давно, ведь для выполнения сложных задач требуется мощная вычислительная техника и быстрая скорость обработки больших объемов данных. Это стало возможно только в 21 веке. А в 50-х с обработкой данных справлялся компьютер Bendix G15, который весил около 440 кг. Его память представлял магнитный барабан, как и у большинства компьютеров того времени. Поэтому их еще называли «драм-машины». Понятно, что такого арсенала хватало лишь на выполнение примитивных вычислений, и о методах современной обработки данных могли только мечтать. Но со временем искусственный интеллект превратился из мечты в реальность. Так уже в 60-х годах американские военные начали обучать компьютеры имитировать мыслительную деятельность человека, а в 70-х реализовывались проекты по созданию виртуальных уличных карт. Чуть позже был создан первый голосовой помощник — прапрадедушка Сирии и Маруси. Эти проекты стали фундаментом для современных достижений в области ИИ. Благодаря им искусственный интеллект охватывает огромное количество сфер — банки и финансы, образование, медицина, транспорт, сельское хозяйство. ИИ умеет распознавать образы и тексты, запускать умный дом и многое другое. Вы наверняка обращали внимание на подборки фильмов, сериалов, товаров и музыки. Это не случайность, а результат тщательного анализа искусственным интеллектом вашего поведения, интересов и времени, проведенного за просмотром того или иного контента. Например, YouTube анализирует, что вы смотрите по нескольку раз и что пропускаете, какие видео лайкаете. Вместе с вами анализу подвергаются миллионы пользователей, и среди них находятся те, чей портфель интересов будет похож на ваш. Так формируется почти идеальная подборка видео, которую вы еще не посмотрели. Примерно так же обстоят дела с сериалами на Netflix. На основе поведенческого опыта пользователя программа может предложить интересный ему фильм или сериал. Данная технология анализирует предыдущие запросы и оценки, после чего сравнивает их с реакцией других пользователей, и вуаля, и подумать не успел, как подходящий фильм уже на экране. Но ИИ – это не только развлечение. Большая часть бизнеса внедряет в свою систему искусственный интеллект и улучшает экономические показатели. Так, например, в банках решение одобрить вам кредит или нет – решает ИИ. Анализируя всю вашу историю, он предугадывает вероятность того, будете ли вы ответственным плательщиком или же банку лучше не связываться с вами. В медицине используются системы, которые просчитывают вероятность инфульта у человека и позволяют вовремя предотвратить неприятность. Крупным продуктовым сетям сейчас удается предугадывать подходящее время для скидок на товары благодаря анализу, а также грамотно строить стратегию маркетинга и продаж, исходя из времени года и даже погоды. ИИ приходит на помощи малому бизнесу, например, пекарням. Так как срок реализации выпечки ограничен, ежедневно приходится утилизировать большой процент продукции. ИИ, в свою очередь, анализирует данные по продажам за последние несколько лет и выдает точный прогноз, который может значительно сократить объем списанной выпечки, увеличивая прибыль. Больше о возможностях применения ИИ читайте в нашем блоге, ссылка в описании. Безусловно, разработка таких сложных алгоритмов требует финансовых вложений и времени. Но не всем сферам нужно будет разрабатывать все с нуля. На сегодняшний день есть много компаний, которые могут предоставить уже готовые решения для бизнеса. ИИ окупается довольно быстро, а затем приносит прибыль за счет оптимизации расходов и увеличения объема продаж. Поэтому спрос на специалистов, разрабатывающих ИИ, стремительно растет. Сколько зарабатывает такой специалист? Зарплаты начинаются примерно от 100 тысяч рублей и практически не имеют границ. Почему так? Как вы уже поняли, данная профессия требует большой базы знаний в математике, аналитике данных, машинном обучении и программировании. Ведь возможно, вам придется создавать свою собственную нейронную сеть, которая будет распознавать людей с камеры робомобиля или читать и анализировать посты в Твиттере, а может даже рисовать картины. Заинтриговали? Станьте специалистом ИИ. На факультете искусственного интеллекта Geekbrains мы обучим навыкам работы в этой сфере с нуля. Приятным бонусом станет диплом и гарантия трудоустройства по окончанию обучения. Спасибо, что досмотрели ролик. А какие примеры использования искусственного интеллекта знаете вы? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал. С вами был Geekbrains. До встречи!